Наш прогноз в программе «Рискованные начинания» В нашей программе принимает участие 4 эксперта. Они собираются в кафе, как это принято в бизнесе, и обсуждают перспективы того или иного рискованного начинания. Компьютер будет подсчитывать аргументы «за» и «против». Итог подведем в конце программы. Сегодня речь пойдет о персональном геноме человека или о генетическом портрете каждого из нас. Каких болезней нам стоит опасаться? Какой вести образ жизни? С кем не стоит планировать детей? Ответить на эти вопросы поможет прочитанный геном. В каждом живом организме есть генетическая, то есть наследственная информация. Например, вирусы не образуют собственные клетки, а живущие в чужих такой информации имеет очень мало. Геном бактерий уже сложнее, но и с ним ученые сегодня способны эффективно работать. Например, инсулин производится именно генномодифицированными бактериями, которых и в природе нет. А вот с человеком проблем несравнимо больше. Над разгадкой его генетической информации ученые долго ломали голову. Деятельность человеческого организма – это результат работы множества белков в различных клетках, тканях и органах. Их строение зашифровано в ДНК – огромной биомолекуле. За каждую отдельную функцию в организме отвечает ген – определенный участок ДНК. Ген кодирует определенный белок, который и будет работать в организме. Таких участков – генов в ДНК человека – больше 30 тысяч. ДНК – это что? Это не что иное, как генетический текст, просто состоящий из всего лишь четырех букв. Протяженный генетический текст, состоящий из трех миллиардов вот таких вот букв. Должны научиться читать его. Открытие в 1953 году Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком структуры ДНК и предположение о том, что двойная спираль ответственна за копирование наследственной информации, вызвало настоящий бум исследований. Ученые начали определять последовательность нуклеотидов, тех самых молекул букв, из которых состоит ДНК. В середине 70-х британец Фредерик Сенгер придумал метод определения последовательности нуклеотидов, который поддавался автоматизации. Началась эра разработки специальных приборов – секвенатор. С его помощью определяется последовательность ДНК. Ну, здесь ставятся разные баночки с растворами. Сама ДНК, она дробится на маленькие кусочки и загружается вот в этот чип, который загружается вот сюда, и потом в течение трех часов происходит весь процесс. Такие исследования ведут многие фармацевтические и биотехнологические компании, используя для этого информационные технологии и сложнейшие математические аппараты. Мощный компьютер – неотъемлемая часть любого секвенатора. Но если геном бактерии длиной в миллион знаков прочитать удается, то с человеком все сложнее. Если вам дадут книжку, в которой 3 миллиарда букв, вам достаточно сложно прочитать такой объем информации. Книжка с объемом 3 миллиарда букв – это большая библиотека. Ну, там, как вот в Ясной Поляне, у Льва Толстого есть библиотека. Поэтому вам не просто прочитать такой объем информации. Также и, условно говоря, генетикам сложно прочитать такие генетические тексты протяженные. Инициатором прорыва вновь стал Джеймс Уотсон. Ему удалось запустить крупный международный проект по расшифровке генома человека. Первый консорциум, такой, назывался геном человека. Это было середина или конец 80-х годов. То этот консорциум почти 10 лет пытался расшифровать геном человека. И это стоило очень дорого. Ну, по разным оценкам, от 5 до 7 миллиардов долларов. Масштабный проект дал много ценной информации и выработал много принципов работы. Развитие технологии позволило уменьшить стоимость прочтения генома до 10-15 тысяч долларов. От персонального генома ждут персональные медицины, видимо, в первую очередь. То есть медицина, которая будет направлена на человека в соответствии с его генетической информацией. То есть это дает вам информацию первое. А. Если вы здоровы и молоды, то чем вы можете заболеть, когда вы перейдете в зрелый возраст или даже не в зрелый возраст, но чем вы можете заболеть? Какие риски у вас существуют по заболеваниям? Это первая часть. И вторая часть очень важная, что, так скажем, чувствительность и успех использования определенных лекарств зависит тоже от вашего генома. В дальнейшей перспективе на основании генетики возможно даже моделирование человека при помощи модифицирования ДНК. Но пока это вопрос совсем далекого будущего. Кстати, первым человеком, который узнал свою наследственную информацию, был сам заведующий лабораторией Кул Спринг Харбор Джеймс Уотсон. Его геном расшифровали в 2003 году. Затем профессор продолжил исследования в области генетики. А уже через несколько лет Уотсон был уволен из лаборатории в связи с обвинениями в некорректных высказываниях российского характера. Очевидно, что вместе с информацией о наследственности мы получаем проблему. А как к ней относиться? Давайте послушаем, что говорят наши эксперты. Я бы хотел поделиться такой нормальной обывательской фобией. Потому что из всех фантастических романов мы знаем о неком коде, свойственном человеку, которое тоталитарное общество или просто общество высокого порядка вычислят. И человек будет мало того, что счислен, но он будет подконтролен. И, естественно, нормальный обыватель начинает переживать и думать, не случится ли так, что некий работодатель-националист будет проверять его на чистоту крови. Есть ли тут социальная опасность? Для некоторых национально озабоченных людей это может быть важно. Может быть важно. Но я хочу сказать, что наличие генетических данных к этой проблеме ничего не прибавит и не убавит. То есть мы все-таки не выпускаем особенного джина из бутылки? Или это все-таки есть некая опасность? Это джин из бутылки, с моей точки зрения, ничем не больше, чем, скажем, анализ крови. Но тем не менее у нас все равно очень маленький рынок этих анализов. То есть их делается мало. И вы совершенно правильно говорите о том, что в Америке их много, у нас мало. Что является главным фактором? Это образовать лиценз граждан? Или это вот некие боязни? Вот смотрите. То, что рассказывали мне руководители фирм, которые в интервью давали интервью, по поводу количества их анализов и, главным образом, тех, кто делает эти анализы. Значит, выяснилось вот что, что очень популярный в Америке тест на происхождение человека, вот то, что мы тут видели, да, это достаточно простая, простой анализ, он возник на волне интереса американцев к своему происхождению, потому что если ты докажешь с помощью этого теста, что ты являешься коренным американцем, то тебе полагаются определенные деньги, дотация. И в этом смысле очень много американцев делают эти тесты. Вторая часть тестов, медицинские, делаются американцами, как я уже сказал, просто из-за их менталитета. Человек хочет, и он готов за это платить, он хочет узнать, когда и от чего он умрет. Никита, у нас есть обе проблемы. У нас есть проблемы этнической принадлежности, потому что, например, коренные народы Севера получают квоты на вылов своих семей или кого-то еще. И я знаю группы, которые просто заинтересованы в проведении анализа, чтобы генетики доказали, что они коренные жители Севера, что у них есть какие-то генетические особенности. Позвольте подчеркнуть, что так же, как с американскими медицами, так и с нашими народами Севера этот интерес, эта проблема создается обществом. В виде специальных льгот. Совершенно верно, создается обществом в виде квот. И, в принципе, общество может создать такую уродливую структуру, в которой будут иметь преимущественно люди с тремя ногами или с определенным цветом глаз. Не надо сравнивать три ноги с коренными народами. И эти народы действительно надо сохранять их культуру, им надо помогать, а не разрушать их традиции. И если генетика здесь может чем-то помочь, пусть в решении не медицинских проблем, а социальных, я считаю, что это очень важно. Система, созданная в Соединенных Штатах, применительно к тем индейцам Северной Америки, она не в семье воспринимается как благородное и несущее абсолютное добро. И эти льготы, они сработают сейчас неизвестно в каком направлении. Я думаю, это относится ко всем социальным проблемам. И генетика здесь, опять же, ничего не прибавит и не убавит. А вот в том, что касается отношения к здоровью, у нас совершенно, мне кажется, другая ситуация. Вы можете сказать, наверное, о том, как люди вообще относятся у нас к своему здоровью. Все люди хотят быть здоровыми и богатыми, это очевидно. Они хотят, но здоровье само по себе, как мне кажется, не является безусловной ценностью в нашей культуре. Смотря у кого. Не у всех, конечно. Мы очень разные. Мы очень разные. Вот, например, у нас не так уж много хороших исследований, но есть хорошее исследование продолжительности жизни. И оно показывает, что в России люди с высшим образованием, то есть, по-нашему, с полным высшим образованием, они не имели вот этой высокой смертности, которая отличается вся наша страна. Более того, вот эти колебания смертности, которые были в 90-е годы, они не происходили у людей с высшим образованием. Потому что они меньше пьют. Объяснение всегда есть. Да, с этой точки зрения, действительно, лучше получить высшее образование, чем платить 200 долларов за свой генок. Как видим, эксперты, оценивая необходимость персональных генетических анализов, проявили некоторый пессимизм. А вот венчурные инвесторы, вкладывая в эту область, рассуждали иначе и сумели заработать на геноме. Яркий пример. Компания Салекса. В середине 90-х ученые из Кембриджского университета придумали новый способ читать геном. И в 1998 году получили первые деньги. Чтобы создать готовый секвенатор, венчурные инвесторы вложили в Салексу 100 миллионов долларов. Выход прибора много раз откладывался, но в 2006 году это все-таки произошло. А уже через год Салекса была куплена лидером рынка компании «Иллюмина» за 650 миллионов долларов. Заработали и основатели, и инвесторы проекта. Но главная стоимость расшифровки полного генома человека уменьшилась в тысячу раз. И вместо 20 миллионов долларов стало стоить около 20 тысяч. Бизнес на расшифровке генома стал реальностью. Наибольший интерес вызывает использование генома в персональной медицине, изучение особенностей организма каждого человека в отдельности. В 2007-м громко заявила себе проект «23&me». Онлайн-сервис, созданный Анней Вайжицке, женой сооснователя Google Сергея Брина, позволял провести генетический анализ. Можно было просто заплатить деньги, сдать слюну и получить информацию о предрасположенности к ряду заболеваний и общие сведения о далеких предках. В 2008-м году журнал «Тайм» назвал методику «техническим достижением года». Успех «Заокеанского проекта» вдохновил сотрудников одной из московских лабораторий, проводившей коммерческие генетические исследования. Они решили запустить свой сервис для конечных пользователей. Так появился «Мой ген». Для того, чтобы заказать услугу, человек должен зарегистрироваться на нашем сайте в интернете, как на обычном, как на любом сайте, собственно. Он получает логин, пароль, и у него организуется личный кабинет. Именно в личный кабинет мы впоследствии, по окончании исследования, загружаем его результаты. Ну, это результаты тестирования. После регистрации на сайте человек должен определиться, какую услугу он хочет выбрать, потому что у нас две услуги – «Мой ген здоровья» и «Мой ген этника». Полной расшифровки генома при этом не происходит. Ищутся уже известные и описанные в науке изменения в ДНК, которые приводят к тем или иным последствиям. Продукт «Мой ген здоровья» состоит из трёх частей. Предрасположенность к заболеваниям, их где-то около 50, фармакогенетика и данные о физических характеристиках, те, которые обусловлены генетически, то, что ему досталось от родителей, уровень IQ, например, темперамент. Всё это носит вероятностный характер, потому что помимо генов большое влияние на человека оказывает окружающая среда. И задача как раз в том, чтобы избежать повышенных рисков, изменив образ жизни. Тестирование сервиса проводили на собственных сотрудниках. Вот у меня у бабушки она страдала глоукомой. Ну, правда, уже в более пожилом возрасте. И, ну, в общем, страдала от этого заболевания, действительно очень боялась ослепнуть. Вот. И вот лично для себя я узнал, что у меня риск глоукомы повышен в 4 раза. И как бы я с этой информацией там проконсультировался с окулистом. Мне вот предложили раз в год мерить глазное давление. Вот. И если на ранней стадии это можно будет засечь, это заболевание, то оно очень легко лечится. Кроме того, можно выяснить, как действует на конкретного человека тот или иной лекарственный препарат. Ведь их эффективность также часто определяется генетическими особенностями. Вторая часть сервиса – этническая. Можно узнать, к какому народу вы ближе, а также в каком регионе жили ваши очень далекие предки. Можно найти генетически близких людей или даже родственников через анонимную социальную сеть. Услуги «Мой ген здоровья» и «Мой ген этно» стоят по 30 тысяч рублей. Если заказать обе, стоимость составит 45 тысяч рублей. Конечно, цена пока достаточно высока. К тому же развивать этот бизнес мешает принцип «Меньше знаешь, крепче спишь». Категорически не хотят знать о своих рисках, говоря, я не хочу знать. Я вот живу себе спокойненько, ничего меня не беспокоит. Вот я увижу, и что я с этим буду потом делать. Еще одна серьезная проблема – это малое количество клиник и врачей, которые могли бы квалифицированно работать с подобными данными. Но, несмотря на это, в компании рассчитывают на успешное развитие. Чем больше будет у нас пользователей, тем ниже будет стоить услуга. Это обычный эффект масштаба. Чем больше у тебя объемы производства, тем ниже твоя себестоимость. Тем быстрее ты можешь снижать цену для потребителей. Вот поэтому я надеюсь, что через год, за год, мы выйдем на какой-то существенный объем. Несколько тысяч человек в год. Основания для подобных заявлений в компании есть. Даже при уже имеющихся технологиях можно уменьшать закупочную цену расходных материалов при большем объеме. Для конечных пользователей сложностей нет уже сейчас. Нужно всего лишь вызвать курьера в удобное время и получить коробочку с инструкцией. Важнейшим же фактором для роста числа пользователей в компании считают распространение научных знаний. Подавляющее большинство населения России не знает о существовании подобной услуги и ее возможностях. А о генетике знает лишь по опубликациям о генномодифицированных продуктах питания. Итак, у жителей США, Западной Европы и России сегодня есть возможность сделать, пусть дорогие, но очень важные анализы. Однако люди не торопятся воспользоваться услугой. Давайте послушаем, что наши эксперты думают по этому поводу. Светлана, вот скажите, а что вообще нам мешает сделать такой персональный геномный анализ доступным? Пока что стоимость. Что является самой дорогой компонентой или компонентами этого анализа? Собственно, анализ. Приборы, реактивы. Хорошо. Допустим себе идеальную ситуацию. А вот что можно удешевить? Что может в этом наборе оказаться слабым звеном? Если бы я могла ответить на этот вопрос, то я бы сидела не здесь, а в лаборатории. И срочно-срочно бы это минимизировала, чтобы получить Нобелевскую премию и, применяя эти технологии, заработать потом огромные деньги. Но ведь за 20 лет это удешевилось в тысячи раз. Да. И дальше тоже удешевится. И сейчас ясны некоторые технические решения на ближайшее будущее, которые будут внедрены в практику. Но каким этот процесс будет через 10 лет, мы не можем предсказать. Ну вот скажите, на самом деле, даже если это, скажем, тысяча рублей, все равно я вот, например, не совсем готов платить тысячу рублей, не зная конкретно, что я получу. То есть зачем? Это уже более интересный вопрос. Зачем платить деньги и что можно за эти деньги получить? На самом деле, развитие технологии ведь обеспечено не только интересом ученых, а в значительной мере спросом на такую информацию. Хотят ли люди что-то о себе знать? Мы проводили опросы среди москвичей. Хотите ли вы знать генетическую информацию о самом себе или о ваших близких? Кстати, вот оказалось, что женщины гораздо больше интереса проявляли к генетической информации своих будущих мужей, чем к своей собственной. Ну это от того, что они находятся в плену ложных иллюзий, и того, что на это можно как-то повлиять. Василий, а как мы можем воспользоваться, собственно, этими результатами? Ну, по большому счету, никак. Для нормального врача это совершенно лишенные ценности данные. Они могут быть интересны, они могут быть напечатаны на красивой бумаге, там могут быть замечательные знаки, относительные риски, но к реальным проблемам человека не имеет никакого отношения. Я вмешался бы в разговоры ученых коллег с точки зрения персональной медицины. В американской, в католической культуре человек готов узнать о времени своей смерти, мы не готовы. Мы не готовы выслушать прогноз, сколько мы будем жить, к сожалению или к счастью, но это культурная наша особенность. Предположим, я эту культурную особенность преодолел. Предположим, мне сказали, что действительно, Никита, как и сказали, что у тебя повышенный риск ракопростаты. Достаточно распространенное мужское заболевание. Дальше начинается персональная экономика. Я заплатил за этот анализ 200 долларов, и я прихожу к врачу. За прием хорошего специалиста, значит, ну, надо платить примерно 100 долларов нынче в урологии. И этот подготовленный специалист мне говорит, Никита, есть некие особые тесты, которые ты должен проходить гораздо более чаще, чем остальные люди, потому что у тебя повышенный риск. Тебе надо платить за эти повышенные, за эти анализы дополнительные деньги, ну, примерно 50 долларов. Значит, где я экономлю? Я в конечном итоге экономлю на стоимости той операции, да, по удалению ракопростаты и ее последствий. То есть, там, химиотерапия, там, обучение и так далее, и так далее, за которые мне все равно придется платить, потому что, к сожалению, нынешняя система здравоохранения все равно предусматривает оплату этих самых анализов. То есть, я начинаю сравнивать. Хорошо, я, значит, вложусь вначале в диагностику и в раннее обнаружение этого заболевания, зато потом я сэкономлю на операции и же с ними, да. В данном конкретном случае, да, риск, то есть, стоимость операции слишком большая и риск последствий после такой онкологической операции большой, что я готов вкладывать деньги в более частый, так сказать, свой анализ. Ваша стратегия выглядит очень правдоподобной. Она, знаете, это и сделал. Почти все азартные игроки выстраивают стратегию. Проиграв один день, они идут с этой стратегией. Чуть-чуть я корректирую. Подождите, подождите, господин ученый, вот давайте насчет игроков не будет. Давайте правильно употреблять слова. Я не игрок, а я пациент, да, в данном случае. Мне бы хотелось здесь добавить к спору наших экспертов, что результаты генетического анализа, конечно же, могут приводить к тому, что человек начнет за своим здоровьем следить и чаще ходить к врачу. Для того, чтобы засечь момент возникновения заболевания, который ему предсказан по геному. Но хотелось бы вовсе даже другого. Не просто чаще ходить к врачу, а чтобы заболевание не возникло. То есть вместо того, чтобы ходить к врачу, например, делать зарядку. Хотя понятно и без генетического анализа, что зарядку делать надо и соблюдать нормы питания надо. Это витамины, микроэлементы, жирного сладкого не очень много. Василий, а вот есть у вас такой аргумент, делать или не делать? Конечно же, не надо делать. Предсказательная сила всех этих тестов, ну, абсолютного большинства этих тестов, она очень низка. И вот то, что было Леонидом неоднократно сказано, что вот узнать, от чего я умру, в действительности это невозможно. Ни один из этих тестов, ну, почти ни один, не дает высокой точности прогноза. Поэтому, если человек согласен оперировать с вероятностями и говорить, что это будет более вероятно, менее вероятно, если он готов к этому, пусть сделает анализы, платит деньги. Но очень важно, что, как правило, эти тесты не дают надежного прогноза. Действительно, сейчас эти тесты не дают надежного прогноза, потому что эта наука очень молодая. Действительно, для того, чтобы узнать, какие риски в отношении здоровья есть, проще собрать информацию о том, чем болели бабушки, дедушки, тетушки и дядюшки. То есть пока нет, все-таки? Пока в целом нет. Но это не значит, что этого никогда не будет. Эта наука развивается очень быстро. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Я надеюсь, что мы с вами доживем. Вы оптимистка. Спасибо. Опять в обсуждении экспертов сомнений оказалось больше, чем оптимизма. И действительно, многие не слышали о такой услуге. Те, кто слышали, не знают, как грамотно воспользоваться результатами анализов. Из тех же, кто знает, немногие могут себе это позволить, а дешеветь услуга будет только в случае массового спроса. Разорвется ли порочный круг, покажет будущее о том, каким оно будет, в блиц-прогнозе наших экспертов. Теперь пришла пора некоторого итога. Как вы думаете, в какой стране будет такого рода геномный анализ, будет нормой для, скажем, рождающегося ребенка? Можно было бы ожидать, что в США, но есть вероятность, что в Китае. В Иране для того, чтобы выявлять скрытых евреев. Мне кажется, можно было бы говорить про Сингапур. А почему не Япония? Объясню, потому что Сингапур целенаправленно проводит программу повышения того самого IQ с помощью такая странная программа по скрещиванию собственных жителей с высоким IQ, как ни парадоксальная. Абсолютный евгеника, абсолютный фашизм, но в Сингапуре это проходит. А когда это может быть в России? Я надеюсь, что Россия будет нормальной страной, и массового процесса здесь этого никогда не будет. Повлияет ли это у нас, реально в России, на какие-то матримониальные планы, вступающие в брак или желающих завести ребенка? Конечно, как только появятся тесты, которые что-то достаточно надежно прогнозируют, это сразу будет работать. Это не только в Иране, во всех регионах, где есть... А какое время примерно понадобится для этого? Так это уже существует. Допустим, Таласемию в Средиземноморском регионе почти удалось победить именно благодаря этому. Потому что выявляли предрасположенность и абортировали плоды. Я думаю, в первую очередь введение геномных технологий, достаточно массово, будет связано с криминалистикой. Потому что эта область тоже бурно развивается. И в развитых странах ведутся генетические регистры людей, совершивших преступления. Поэтому при поимке преступника или когда находят какие-то следы на месте преступления, смотрят ДНК и определяют. Спасибо. Итак, у нас ничья, а значит, все-таки есть вероятность того, что завтра персональные генетические анализы станут нормой. Правда, финансировать их массовое применение из бюджета, скорее всего, не будут. В развитых странах услуга, очевидно, будет распространяться как коммерческая. По мере удешевления ею будут пользоваться не только богатые жители, но и средний класс. Вспомним, что гражданские авиаперевозки тоже начинались как эксклюзивные и дорогие. В начале 20-х годов, 20-го века, по линии Москва-Берлин за 100 рейсов было перевезено 336 человек. А сейчас это среднее число пассажиров одного лайнера. Да и билеты на самолет подчас не дороже, чем на поезд. Так что и генетический анализ через несколько лет вполне может стать доступным, а качество исследований высоким. А вот кто и как будет использовать эти данные, зависит от людей. Так что во многом именно от вас зависит судьба рискованных начинаний в области персонального генома. С вами была Ирина Росиус. До встречи.